Вакцинация Вакцинация это единственный выход из коронавируса. А вот для предпринимателя отдельный, единственный выход это новое мобильное приложение. Цифровизация, как говорится, в борьбе с коронавирусом. Почему и как и с чем это связано, мы сегодня поговорим с нашими гостями в студии. Это ток-шоу, давайте обсудим. Здравствуйте. У нас в гостях в студии Максат Мирамгалиевич Куланбаев, заместитель директора Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области. Еще у нас в гостях предприниматель Сержан Лукпанов, руководитель компьютерного центра «Арена». И еще наши гости Алмагуль Акжумановна Монтакова, главный внештатный эпидемиолог Западно-Казахстанской области. Ну, во-первых, добрый вечер вам. Спасибо, что сегодня собрались. Снова, к сожалению, конечно, обсуждаем коронавирус. Но прежде, чем мы начнем, давайте немного обрисуем нашу тему в следующем сюжете. Безусловно, плюсы внедрения сервиса проверки статуса Ашак тоже есть. Откроются организации, которым работать по разным причинам пока не разрешили. Но новость о разделении граждан на цвета и статусы вызвала неоднозначную реакцию граждан. Одни казахстанцы заявляли о нарушении конституционных прав на свободу перемещения, разглашении личной информации и врачебной тайны. В правительстве же уверяют, что в части врачебной тайны нарушений нет. Ведь если человек представляет угрозу окружающим, то его болезнь перестает касаться только его одного. Это прописано и в санитарных правилах, и в законе. Но критики беспокоятся, что их статус станет известен большинству. Вызывает беспокойство то, что очередное предложение собирает персональные данные, номера телефонов и ИИН. И неизвестно, в каких еще целях они могут быть использованы в дальнейшем. Например, что будет с собранными данными пользователей после того, как отойдет необходимость использовать приложение. Есть там мнение о безопасности самого приложения. По сведениям цифрового министерства, оно еще не прошло соответствующую проверку на информационную безопасность. По словам депутата, пользователи, уже скачавшие приложение, сталкиваются с трудностями при регистрации и входе в приложение. В самом приложении практически нет никакой полезной информации. Отсутствует перечень объектов, в которые возможен доступ по приложению. Нет возможности проверить свой статус до посещения заведения. Но самое главное, приложение не отражает реальный статус лица. К примеру, пользователи, имеющие отрицательные результаты ПЦР-тестирования, отмечаются синим цветом в приложении, в то время как должны быть помечены зеленым. Также не исключается посещение заведения больным посетителям, статус которого просто не определен правильно, так как лица, никогда не сдававшие ПЦР-тест, и даже болеющие бессимптомно, все равно будут помечены синим. Ну вот видите, спорно, не успело появиться это самое приложение АШИК, которое у всех на слуху, вернее, все говорят о нем, но при этом никто не понимает до сих пор, к сожалению, для чего оно нужно, как его использовать. Вот сегодня мы как раз собрались, чтобы поговорить об этом и в целом о его эффективности, хотя оно пока что спорное. Ну, Макс Атмир Амгалевич, давайте вы расскажете все-таки, чем эффективен АШИК как представитель Палаты предпринимателей, чем он эффективен для бизнеса прежде всего? Ну, во-первых, приложение АШИК – это только новое предложение, да, которое у нас буквально недавно было в пилотном режиме. Основная цель, конечно же, вот как представитель Палаты предпринимателей, это все-таки дать бизнесу начать работать. С определенными условиями. То есть очень много вопросов было, вот обращение предпринимателей, да, там разную поддержку оказывали, там, и кредиты, и отсрочки по кредитам, да, там, удешевленные кредиты. Но вот основное то, что я от предпринимателей слышал, это было то, что дайте нам работать. То есть это основное то, что они просили. А дальше уже вот это вот уже было второстепенное. Предприниматель всегда говорит, дайте нам возможность работать, мы сами заработаем. Вот как раз-таки вот это предложение, оно дает возможность тем субъектам предпринимательства, деятельность, которых полностью ограничено, либо было более ограничено по сравнению с другими, дать возможность работать на определенных условиях. В настоящее время в нашей области уже 172 предприятия получили QR-коды, и 30 из них уже в тестовом режиме прошли. Здесь вот только что в видеоролике я слышал информацию, то, что само приложение АШХ не показывает тех, кто получил уже QR-коды в нашей области. То есть в соответствии с новым постановлением 18 главного санитарного врача теперь мы будем вывешивать перечень предприятий, которые получили QR, не только те, которые тестовые прошли, но и те, которые проводятся в тестовом режиме. То есть уже с завтрашнего дня, о которых я оздушил, 172 предприятия, возможно, на завтрашний день будет больше. Они будут на главной странице Акимата Западно-Казахстанской области и также на сайте StopCovid. То есть будет где посмотреть, чтобы знать, да, идти или нет. Да, причем с таким условием, что он должен быть именно на видном месте, то есть на первом листе должно быть. Что из себя это приложение представляет? Это приложение скачивается на обычный телефон и показывает статус посетителя. Разделяется на четыре цвета у нас. Зеленый, синий, желтый и красный. И остановлюсь, то есть зеленый цвет – это те люди, которые прошли ПЦР-тест, в течение трех дней лишь, их показывают как зеленым цветом. Синий цвет – это по которому данных не определено, то есть человек не ходил в медицинские учреждения, не было жалоб, то есть значит, соответственно, по нему данных нет. Желтый – это контактный, то есть кто это? Это те… в желтый цвет у нас попадают те люди. Например, если в одной семье один человек получил положительный результат теста на коронавирус, соответственно, его близкие дома, которые с ним вместе проживают, им присваивается желтый цвет. И, соответственно, красный – это тот, который пришел в поликлинику, и у него выявили коронавирус, дал положительный тест. То есть сведения о населении будут, да, все-таки болеет он, либо не болеет. И заведение будет это видеть? Да, это заведение. Чтобы пройти в заведение, человек, проведя QR-код, должен показать, какой статус у него имеется, чтобы пройти в заведение. Ну, многие предприниматели, надо сказать, тоже, конечно, спрашивали, ну, не все, почему это не появилось раньше, не заработало еще в прошлом году, когда была первая волна. Ну, маленький пункт, можно сказать, в защиту государства, правительства и тех, кто призван защищать права предпринимателя, потому что это было действительно форс-мажор, я имею в виду коронавирус. Никто не ожидал, что вот наступит такое время, что этому будет столько внимания, что он послужит таким вот большим препятствием, к сожалению, конечно, для всех. И продлится, что вот так вот надо. Да, и что это продлится уже второй год, мы надеялись, что к прошлому Новому году, может, в декабре уже все утихнет. Слушали разные сомнительные прогнозы тоже, но сейчас продолжается, и неизвестно пока, когда закончится, и поэтому нам нужно быть, как говорится, во всеоружии и внимания больше уделять, особенно тем средствам, которые защищают нас. Ну, вот касательно предпринимателя, вот мы пригласили сержанта Лукпанова рассказать, вот все-таки он начал тоже использовать, тоже наверняка в вашем списке находится. Сержан, вот расскажите, как вы узнали вот про Атамикен, и насколько оно оказалось для вас полезным вообще, пока что? Узнали мы про Атамикен, в начале года, да, была видеоконференция с представителями СЭС нашего города, области, и предпринимателей, там, кинотеатры, извлекательные центры, потому что основное, кто потерял свою работу, то есть предприятие, которое остановили на год, это кинотеатры, извлекательные центры, общий ПИД, вот пострадали, вот сильно пострадали от пандемии. Поэтому была видеоконференция в начале года, и там обсуждалась тема возобновления работы, вот. После этого, как раз-таки в феврале месяце, Республиканская палата предпринимателя Атамикен ввели проект, аж пилотный проект в это время, это был пилотный проект, там участвовали только три города, это Нурсултан, Караганда и Астана, вот. И они прошли пилотный проект, и вот 26 апреля уже разрешили всем регионам пользоваться этим проектом, этим приложением, Ашик. Вот. Как и все, мы подали заявку, нас утвердили, мы, получается, скачали приложение, установили все баннера, вот эти QR-коды. Вам удалось разобраться вот в этом сразу? Было сложно, но мы разобрались, да. Мы разобрались. Каждый день утром перед открытием заведения мы делаем инструктаж, как это все происходит, как это все надо принимать. Защитные маски, перчатки, правила соблюдения. Еще рано, наверное, говорить, конечно, но плюс какой-то вы увидели в этом? Для себя я имею в виду в приложении. Плюс, конечно, есть. Теперь как-то вам какие-то послабления дали. Плюс-то есть. Вы представляете, вот за год мы, получается, вообще не работали с 15 марта по 26 апреля. Год и месяц мы не работали. И тут нам предлагает палата предпринимателя Атамикен совместно с СССР нам вступить в этот проект Ашик. Мы с радостью подали заявление, они нам одобрили. Это как бы, как говорится, лед тронулся. Да, но у нас есть запреты, там ограничения какие-то, там временные ограничения. С 12 дня до 11 вечера. Допуск только с 16 лет. То есть у нас дети нам пишут, звонят без конца. Они тоже хотят. Но главное, что вот лед тронулся. Дальше уже надеемся, что будет лучше в дальнейшем. Это может месяц, через два месяца. Но это большой плюс. В целом, вот как приходилось выживать в этот год, вы говорите, не работали. Что приходилось объяснить, вот еще год назад, если вернуться в прошлое, сотрудникам, говорите. Они, в свою очередь, конечно же, говорили своим семьям, что, увы, не смогут ни зарабатывать, ни что. За бортом остались. Понимаете, так. Когда вот пандемия у нас началась, я вам так скажу. У нас два филиала, три филиала по городу. Это у нас торгово-развлекательный комплекс «Урал», торговый центр «Атриум» и торговый центр «Сити-центр». Вот. В момент пандемии у нас там велись ремонтные работы. То есть мы еще не запустили его. По плану официальное открытие должно было быть у нас 21 марта. Мы уже опубликовали в Инстаграме, в соцсетях, пригласили там ведущих, уже как бы планировали. И тут 16 марта нам приходит постановление, что мы должны закрыться. Вот. А с персоналом, мы объяснили, мы думали-то как, мы думали месяц-два, что все уже, ну, а получилось как, уже больше года, на второй год пошел. Примерно так вот. Ну, звучит сейчас, конечно, может, легче рассказывать уже тогда. Было как минимум, да, неприятно? Уж был шок, да, был шок, был страх, что нас ждет дальше, там, сколько это продлится. Финансово тоже, у нас кредиты большие, задолженности. Я отмечу, вот, торговые комплексы, это торгово-развлекательные комплексы, Урал, Атриум, они пошли на встречу. У нас, понимаете, у нас 500-700 квадратов в каждом филиале. Там аренда большая сумма, они пошли к нам на встречу. Как бы, ну, мы им тоже большие. Сотрудников сколько у вас много? В каждом филиале по 16 сотрудников. По 16, это получается у нас 3 администрации, 3 администратора, 3 кассира, 3 оператора, 3 техперсонала. Вот. Это где-то, получается, 48, почти 50. В общем, да. У нас еще семейные, да, многие? Ну, конечно, есть семейные люди, семейные. Но они все потеряли заработки, не только они, но все потеряли заработки. Да, сложно, конечно, пришлось. Но мы еще вернемся к тому, что нас больше всего шокировало в прошлом году. Вот скажите, пожалуйста, Алма Гуляк-Жумановна, вот сейчас вводят, да, казалось бы, послабления какие-то, приложения, вакцинацию. Вот насколько получается все-таки можно расслабляться или еще рано? Как вы считаете, несмотря на введение всяких таких мер, как АШ, там, вакцины, или еще рано пока расслабляться? Нет, ну я вообще думаю, что сейчас вот как эпидемиолог рассуждаю, смотря как поэтапно вводится мероприятие наше. Постепенно. Да, постепенно. И, соответственно, постепенно нужно, когда уже более какие-то устойчивые будут у нас программы работать, приложения работать, оно уже будет активно работать. Когда мы будем видеть уже эффект на лицо, так сказать, результаты, только тогда, наверное, можно будет говорить о расслаблении. Услабление. Все-таки вот постепенно, постепенно. Тем более мы знаем, что вакцинация, я уже думаю, о вакцинации сейчас очень много говорят, и население наше знает, что эффективность в плане снижения заболеваемости мы достигнем только, когда у нас население будет привито порядка на 60-70% только. Когда население будет с желанием идти, с пониманием будет идти на вакцинацию. Ну, вакцинация, конечно, это важный шаг тоже, в том числе, чтобы и бизнес открылся, и чтобы больше поток был клиентов, которых они потеряли. Ну, давайте напомним, что мы работаем в прямом эфире и пригласим наших телезрителей присоединиться. Телефон прямого эфира 269077, есть WhatsApp 8701-212-4242. Можно позвонить и оставить свои пожелания, вопросы на наш WhatsApp тоже, касательно коронавируса и работы заведений города. Ну, вот по заведениям города действительно вводятся приложения, вот мы тоже на экране видим, сканируют QR-код. Все это замечательно, да, есть категории граждан, которые пойдут. Ну, вот эта синяя категория, она все-таки смущает, как вы считаете, Албагуля Акжумановна? Синяя, которая не относится никуда, ни привитые, ни переболевшие, они как бы зависшие в воздухе. Не будет ли именно эта категория служить как бы фактором риска? Когда они вот придут в заведение, будут наравне с зелеными сидеть, как сейчас говорят, с другими. Насколько это все-таки? Кстати, если я правильно поняла, здесь привитые вообще не предусмотрены в этом приложении. Нет, никакой привязки к вакцинации в данном приложении нет. Вот, не имею. Вот сразу, да, хочу сказать. А категории тогда как же? Зеленая, синяя категория? Я же только что говорил же, то, что зеленый высвечивается, это тот, кто ПЦР прошел, и в нем выявили то, что нету коронавируса. Он зеленый, синий. Это статус не выявлен. То есть здесь, смотрите, нужно понять цель какая. Цель такая, то, что вот за время пилота, да, я хочу сказать, вот более 200 человек, посетителей высветился цвет красный. Теперь, о чем это говорит? Это говорит о том, что человек пришел в поликлинику, сдал ПЦР-тест. Ему сказали, что он болеет коронавирусом, зная это, зная то, что за это предусмотрена ответственность, человек все равно выходит и идет в общественные места. И учитывая то, что 200 человек, которые 100% болеют, они ходили по данным местам, вот это приложение отсекает вот эту часть. Мы уже, можно сказать, предотвратили очень большое количество заболеваемых. Это хорошо, но вот это волнует тоже многих жителей. И у нас тоже спрашивали, потому что как запустилось вот это приложение, тоже звонят и в редакцию многие, не понимают до сих пор, пока что, как работать. Может, со временем поймут. Может, это и останется даже с нами, если хорошо внедриться. Скорее всего, у них вопрос такой от синего цвета, да, вот, как вот Максат Мирангбульев сказал, там люди, у которых синий цвет, он не показывает, то есть они в базе не были. Да, это вопрос вызывает. Да-да-да, больше сомнений. Я думаю, не то, что я думаю, наверное, все так согласятся со мной, то, что там процентов, 30% те, которые переболели коронавирусом, ковидом, они лечились дома. То есть они нигде не регистрировались, соответственно, их и в базе нету. Они приходят, и у них с ними цель, да. То есть риск заражения, все-таки, остальные. Да, там, с ограничениями, временным ограничениями, возрастным ограничениями, но, тем не менее, лед тронулся, самое главное, а дальше уже будет лучше, в любом случае. А если бы сюда добавили еще такую градацию, привитые какие-нибудь цветы? Вот, вот в том-то и вопрос, как раз, к чему мы идем. Оранжевый. Нет, вы видите, как вы говорите. Еще я хотел добавить, то, что выявляется определенный статус цвета, да, это не значит, что предприятие не должно исполнять элементарные требования, санитарные требования. То есть, несмотря на то, что он выйдет зеленым, синим, все равно должен быть маски, то есть должно быть расстояние и так далее. Вот это как раз должна была быть, вы немножко меня опередили, следующая стадия вот обсуждения нашего, плавный переход. Ну, все-таки, да, речь не про вас, сразу не обижайтесь, но некоторые предприниматели, бизнесмены воспринимут это, может сказать, расслабятся, да, вздохнут, о, можно уже работать, можно чуть дольше. Не будет ли это каким-то послаблением, или они посчитают ошибочно, что все, можно расслабиться, можно лишний раз не протирать, лишний раз не следить? Такое уж тоже возможно. Ну, за этим отдельно следят, поверьте. Или это мониторинговая группа уже один. Мониторинговая группа все равно за этим следят. Это и насколько вот я знаю предпринимателей, сколько, они сами за этим следят. Почему? Потому что в первую очередь заинтересованы они безопасности, то есть даже для привлечения клиентов, да, для привлечения клиентов, если клиент знает то, что в этом заведении постоянно убираются, там смотрят за расстоянием, да, постоянно смотрят. То есть сам клиент даже понимает, я пойду вот сюда. Почему? Потому что я знаю то, что у него действительно вот выполняются все требования санитарные. Потому что, естественно, для любого человека тоже он не хочет куда-то пойти и заразиться. То есть я думаю, здесь предприниматели, наоборот, они будут заинтересованы в том, чтобы работать, и причем работать именно выполняя все условия. Ну и в свою очередь с другой, если в стороны зайти, и население тоже, придя в заведение, может уже спокойно немного расслабиться, сказать, а здесь все, грубо говоря, свои, ну, не болеющие, можно уже сидеть спокойно и без масок, и без этого. Все равно требования к населению, они должны строгими оставаться? Да, они должны оставаться строгими, это обязательно. Потому что действительно не факт то, что там не может оказаться человека, который болеет. Это не факт. Если это не факт, то те требования, которые у нас поставлены по санитарным нормам, они должны исполняться несмотря на приложение АШИК. Наоборот, даже я считаю, в тех заведениях, где АШИК есть, они должны еще струже соблюдаться. Насколько вот все-таки вакцинация, сегодня мы обсуждали как раз, сегодня заседание очередное правительство, штаба вот по ковиду, межведомственная комиссия тоже будет заседать на днях. Насколько все-таки вакцинация, как они говорят, что это является спасением для всех, то есть выходом из локдауна, выходом из этих ограничений. Это на самом деле так, как вы считаете? Вакцина, она способна на 100% вывести нас из этого положения? Вообще история, скажем так, существования вакциноуправляемых инфекций, она говорит о том, что единственным способом защиты все-таки является вакцина-профилактика. Вообще речь, я так немножечко историю затронула, это в 16-17 веке, еще в Англии, когда, вы помните, наверное, вакцинация против натуральной оспы была. Это тяжелое было заболевание, она косила в людей, можно сказать. И тогда вот английский ученый Дженнер, он решил такой провести опыт. Он заразил мальчика, взял у него, у женщины, переболевшей оспой, заразил мальчика маленького и заметил, что тот не болеет. Вот этот период именно получил начало вообще истории вакцинации. Тогда стали массово вакцинировать, и только таким образом мы победили натуральную оспу. А последний случай, он был в Африке в 80-х годах, далее уже вводятся вакцинации против тяжелых инфекционных заболеваний, таких, скажем так, как полимелит, дифтерия, столбняк, каклюш, корь, краснуха. То есть эффект очень большой, да? Ну вот телезритель у нас как раз, да, спрашивает? Я просто вам скажу, смотрите, дифтерия, допустим, тяжелое заболевание. Последний случай у нас был в 2000 году, когда заболела девочка маленькая, но она была привитая, кстати. Но она была очень легко перенесла, хотя сама по себе эта болезнь очень тяжелая. Полимелита давно нет, ребенок на колясочке остается всю жизнь, если он переболеет. То есть это можно много очень говорить. Я хочу сказать, что единственный способ защиты – это вакцинация. Я, например, очень благодарна тому, что вообще разработали такую вакцину, что инфекция оказалась вакциной. И, главное, поделились со всем миром, да? Да, да. То она оказалась управляемой. Было бы хуже, если бы она была неуправляемой. Понимаете? Ну вот вопрос как раз к теме именно сегодняшнего как раз правительственного заседания, почему мы вокруг него ходим. Не будет ли дискриминации тем, кто не привился? Вот девушка спрашивает. Давайте, может, по очереди. Вы как считаете? Нет, вопрос как дискриминации. Сейчас мы прививаем… А, вы имеете в виду отношение людей к непривитым? Или как вопрос стоит? Я не очень понимаю. Дискриминация со стороны общества? И общества, и государства тоже. Вот сегодня немножко расшифрую. Цой заявил о том, что тем, кто привился, вакцинировался, будет послабление. Не надо ПЦР-тест уже по прилету сдавать, еще другие плюшки, образно говоря. Это надо все-таки какую-то замануху, грубо говоря, делать. Ну, я думаю, вообще… Как-то отделять от невакцинирования. Сейчас этой мысли, наверное, все-таки мы… Тем, что министр здравоохранения сказал, все-таки мы призываем людей, наверное, активно вакцинироваться. Так же. Поэтому, если говорить о дискриминации, ну, я не думаю, что это будет дискриминировано. Ну, хотя, конечно… Ну, то есть куда-то не пустят уже, куда-то он не сможет полететь. Нет, может, к тому времени уже ситуация стабилизируется, будем надеяться, что такого не будет, не случится. Это у нас как обратно было в начале года, когда COVID начался. Мы же все боялись, если человек болеет COVID, все, мы уже как бы принимаем его так, как будто он чужой уже. А сейчас уже как воспринимается COVID как, ну, обыкновенная болезнь. Раньше, да, в первое время очень боялись. То же самое с вакциной. Да, да, да. Просто люди в заблуждении, они думают, если человек вакцинируется, значит, он не будет болеть 100%. Но вакцин же не дает 100% гарантии, да, что человек не заболеет. Бывают маленький процент случаев, он может заболеть, но очень в легкой форме. Может перенести. Ну, да, да, я об этом говорю. Но она 100% защитит от летального случая, конечно, от тяжелого формы болезни защитит. Как-то перенесут, но в легкой форме примерно, да, вот так. Ну, нам вот звонят на WhatsApp, но, к сожалению, звонки мы не принимаем, надо сказать, но только текстовые сообщения. Ну, вот как вы считаете, все-таки, Максат, вот какие-то еще нужны послабления предпринимателям? Либо достаточно того, чтобы внедрить приложение, уже постепенно по нему работать, и пока идти только по этой линии? Что еще просит у вас предприниматель, помимо того, что открыться? Нет, это одно из то, что, ну, там есть разные моменты. Есть, ну, те же самые отсрочки по кредитам, да, там, те же самые. То есть просьб много, это просто все нужно собирать и доносить. И, естественно, по послаблениям тоже хочу сказать. Каждые вот такие вот послабления, они даются очень тяжело. То есть вот в начале программы вы задавали, да, почему этого приложения там не было раньше. Обсуждались много вариантов, и это то, где приходим к компромиссу. Потому что задачи разные. У того же самого Министерства здравоохранения, да, у него первая задача – это безопасность здоровья населения. И получается, учитывая то, что это его основная задача, то, ну, я не буду говорить такие слова, то, что там мало волнует, там, в чем предпринимательство это, но где-то они ограничивают, чтобы защитить население. Это их цели. И то есть, и дальше уже мы там путем диалога, там, как наша, там, Микен, Зарохан, где-то находим какие-то компромиссы, где можно потихоньку ослаблять. И дать возможность и предпринимателям работать, и, соответственно, не забывая о безопасности. Ну, предпринимателям есть, конечно, возможность. Вот сейчас есть возможность у вас обратиться. Вот камера перед вами. Мы все-таки вещаем на республику. Нас наверняка увидят, и мы отправим ссылки и в правительство, и в Атамикен, еще куда-нибудь. Вот представьте, что если бы перед вами сидело все правительство, какую просьбу от имени предпринимателя, либо своей сферы вы бы им высказали, вот не на меня. Своей сферы. Почему 16 лет? Вот вопрос. Где логика? Почему кинотеатром разрешено, там, дети пускают они, а нам запрещено? Вот вопрос. Единственный вопрос. Именно по игровым клубам давайте обозначим. Да, именно по игровым клубам. Потому что это запрет касается только игровых клубов. Вот от 16 лет только игровых клубов. Вот такой вот вопрос. Я бы хотел сегодня, что я думал, что сегодня представители будут СЭСы. Хотел задать вопрос, но, к сожалению, не получилось. Мы сегодня присутствовали, да, приглашали мы еще предпринимателей. Ну, каждый пока борется, либо считает неэффективным высказать свои проблемы, хотя это тоже полезно. Ну, и последний вопрос вот ко всем вам. Все-таки вы согласны с тем, что вакцина очень эффективна, что нужно идти ее делать и ждать этого всего окончания? Либо вы сами вакцинировались? Ну, я начну с того, что я один из первых, кто вакцинировался. Когда только, ну, мне просто с поликлиники позвонили, хотите ли вы вакцинироваться, я сказал да. И посоветовал, ну, своей семье. Естественно, они сами все решали. Я считаю, это нормальная практика. Если есть какой-то выход, да, если есть возможность и воспользоваться, я считаю то, что нужно воспользоваться. Потому что есть случаи, которые действительно очень плохо переносили. Если мне говорят, я просто сам в этой сфере не специалист, но я слушаю то, что специалисты говорят, то, что да, это действенно и это смягчит возможную болезнь, да, естественно, я ради безопасности своей семьи, ради безопасности себя, я это делаю и считаю это правильным. Ясно. Ну, а предпринимателям что посоветуете сейчас? Набраться терпения, осваивать приложение? Нет, ну, естественно, я бы призывал все-таки использовать те возможности, которые даются. И если у них есть свои какие-то отдельные предложения, мы всегда готовы выслушать и донести это до правительства. Ну, мы их тоже будем направлять к вам. Вы как считаете, что еще нужно все-таки, что еще эффективное нужно внедрить? Либо продолжать вакцинацию, либо придумать что-то еще? Нет, ну, в принципе, все, что делается, какие мероприятия, все, оно в комплексе даст эффект, например. Конечно, оно в комплексе даст эффект. Но единственное, еще раз повторяюсь, как эпидемиолог, единственной специфической защитой является вакцинация. И СИЗы не забывать. СИЗы обязательно. СИЗы – это не специфическая защита, а вакцинация специфическая. Когда у нас вырабатываются антитела, и когда коронавирус к нам, скажем так, хочет нас заразить, а у нас антитела, как полицейские, начинают с ним бороться, убивают и не пускают в организм, так образно говоря. Буквально, давайте последнюю минуту уделим все-таки вопросам, все-таки телезрители заждались, пока мы заговорились. Сегодня на работе нас вакцинировали, я отказалась, была морально не готова, пригрозили увольнением с работы. Выходит, вакцинация принудительна или могут уволить? Вот этот важный вопрос, он тоже мелькает. Нет, вакцинация – это дело добровольное. Добровольное. То есть, болеть не имеет никакого права. Конечно. Опять-таки, она как бы добровольная, но никто не заставляет, но принуждает к вакцинации, понимаете? Тут я вам так скажу. Никто не заставляет, да, но принуждает. Либо создают такие условия, когда приходится вакцинироваться. Я считаю, что надо вакцинироваться, потому что, если посмотреть на Индию, Нью-Дели, сколько там человек ежедневно умирает, у них не хватает ни вакцины, ни средств защиты, то мы в раю. У нас есть все. У нас есть вакцины бесплатные, которые возле Азимол и Сити-центра. Пожалуйста, зайди и вакцинируйся. Да, то есть, бесплатно, да. Бесплатно, да. В других странах этого нет. А есть люди спрашивают, а можно ли платно получить? Представляете, вот такие даже вопросы задают. А здесь прекрасно. Надо сказать, что буквально на днях разрешили иностранцам, которые работают у нас по договору зарубежный, студентам разрешили. Это уже, считаю, замечательно. И давайте все уже, к сожалению, эфирное время закончено. Коротко напомним, где можно вакцинироваться. Телезрители спрашивают, тут целый ряд похожих вопросов. Ну, у нас можно вакцинироваться в первую очередь в поликлиниках. По месту жительства. Да, по месту жительства, по месту прикрепления. Если живешь на участке первой поликлиники, а вам, допустим, еще мобильные, а вы не ходите в пятый, можете в пятый привиться в любом месте, где вы желаете. И помощь у нас идет, приближается к населению. Есть передвижные мобильные комплексы на крупных торговых точках. Вот, как коллега говорит, у нас на Азия Мол, сити-центр, район Джангерхана, рынок центральный. Пожалуйста, прививайтесь, очень удобно. Очень удобно. И, как правило, тяжелых реакций мы уже порядка 47 тысяч людей привили, в том числе на мобильный комплекс активно прививаем. реакции нет. Есть обычная ожидаемая реакция, которая должна быть. Поэтому призывали все. Это нормально, когда организм борется с этим. Это нормально, да. Спасибо за то, что приняли участие. К сожалению, время эфирное ограничено. Надеюсь, хоть немного, но затронули телезрителей, и они задумаются, в том числе и предприниматели, которым очень нужна поддержка. И не только приложение, вакцина, но и в целом тоже. Спасибо за то, что приняли участие и ответили на все вопросы. Я напомню о том, что это было ток-шоу «Давайте обсудим». Мы сегодня говорили о вакцинации коронавируса и о том, чем приложение АШИК может помочь нашим предпринимателям. Мы еще вернемся к этой теме. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин